Всем привет! Вы на канале Жизнь с цветами и без. Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать всех своих постоянных зрителей и тех, кто случайно зашел на мой канал. Ребята, я вот вам показываю эту картинку, а сама кашу лиловым глазом на окно. Сейчас вы увидите этого гребаного канатоходца. Падла, где ты спрятался? Ой, подождите. Вот он, падла. Ну, вы представляете, у нас тепло, я открываю окна, и они у меня тут как по проспекту Невскому падлы гуляют. Сейчас я его достану. Стоять. Я даже не брезу их руками брать. Хрен тебе, а не мои цветочки. Вот, смотрите, черепашка падла, звучая падла. Так, пока он у меня не уполз, сейчас я ему сделаю характери. Подождите. О, смотрите. Бежит, бежит к цветочкам под люка именем всех цветанутых. Ты приговариваешься. Иди, иди, иди сюда. На белом-белом покрывале. Января. К смертной казни. Вот так тебе, вот так. Вот так. Смерть, смерть вот этим падлам, падлам. Сука, гляньте, как я его раздавила. Все, пошла его выкидывать. Пусть земля ему будет стекловатой. И мы трогаем. И продолжим дальше хорошие съемки. Вот, а воняет падла, вот как говорят, не трожь говно, вонять не будет. А тут, в данном случае, не трожь клопа, вонять не будет. Трогаю. И буду их, падла, убивать. Извините за мой французский. Ну, что вы думаете, как тут не ругаться, а? Вот эти твари сидят тут вдоль окон и ждут, пока я открою окно. Сегодня я окно открывала. Ну, на улице плюс 15. Ну, куда? Ну, куда? В квартире плюс 24. И вот они сидят там на старте. Низком, падлы. Как только окно открыло, а не тут, как тут. И вы что думаете, это сегодня единственный случай был? Нифига. Хух! Выдохнула. Как говорят, да, если вы не материтесь, значит, вы не следите за ситуацией в стране. Глянь, язык аж заплетается. А я просто хочу все вместе сказать. Если вы не материтесь... Нет, если вы цветанутый, то вы обязательно будете материться, потому что у вас каждая падла лазит на цветочках. Вот сегодня это второй случай. А первый случай мне подсказала, большое ей спасибо, моя подписчица, моя зрительница, Лидия Волкова. Я вчера выпустила видео, как я укореняла свои цветочки в амхе. И она там увидела еще одну ползающую падлу. Я пересмотрела видео, точно падла, бегает так быстро, что я даже не поняла, кто это. Ничего. Я тут же приняла, конечно, меры. Я вытащила этот отросток антуриума. Да, на антуриуме сидела. Я налила в такую глубокую тарелочку. Даже она не тарелочка, а вот такая пластиковая чашка, мыска, зеленого мыла. И прям полностью там искупала этот антуриум. Ну, там маленький росточек. Ну, вчерашнее мое видео. Потом просушила его так, ну, повстряхивала, чтобы капли воды нет. Выложила на газетку и обработала вот этой вот штукой. Не знаю, периодически я вот этой штукой обрабатываю. Потом тоже опять отряхнула эту всю штуку и положила этот отросточек прям на час в пакет. Пусть они там сдохнут, падлы. Что-то сегодня много падлы говорю, да? Но это еще будет не последний раз. Я еще вам приготовила анекдот. И потом обратно в МОК с фавном. Ну, единственное, за что я переживаю, ну, не то, чтобы переживаю, но вот у меня как бы двоякая. Может, это какая-то болотная козебушка, которая приехала ко мне с Ленинградской области. какая-нибудь гостья, которая жила во мхе. Ну, не знаю. Все равно обработала, все равно вот как-то вот так вот все сделала. Так, что я так усиленно вам показываю? Вот это мое кубло. Вот эти мои заросли. Я уже, наверное, целый месяц на это все дело посматриваю. Хочу добраться до моих замиокулькасов, до моих денежных цветочков, растений. О, как это, да, разрекламировали цветок. Так бы, может, и цена по нему была поменьше. И, как говорится, и люди бы меньше его покупали. А сказали, долларовое дерево. Все, все погнали. Вот так. В общем, смотрите, поливаю я его настолько редко, что даже не помню, когда поливала. Вот сегодня я сейчас вот это все разгребу, доберусь до них, посмотрю, что там. Ну, естественно, протру этот комодик. И подумаю, может, просто полью, а может, искупаю. Так-то я их, ну, наверное, месяц назад поливала. Вот у меня вот этот постоянно стоит на батарее. Это леечка с водичкой, да? И я вон туда носик просовываю. Вон туда. И так плюхаю на глаз, как говорится. И когда опрыскивала вот этот... Так, кто ты? Господи. Адениум, Антуриум. Адиантум. Вот. Я уже как-то рассказывала анекдот. Ну, сейчас напомню. Когда пьяная женщина на юге просыпается в гостинице, второй этаж, смотрит в окно, а там какое-то дерево. Она такая... Могла ли я? Могу ли я? Смогла ли я? О, блин, магнолия. Так и я... Кто ты? Адениум. Вот когда я Адениум опрыскивала, когда была влажность совсем низкая, вот я тут все подряд опрыскивала. Так, на сегодняшнюю минуту у меня... Так. Ну, где ты? Ну, что ты? Где ты? Где ты? Не, ну, елыпала. А, во. О, 24,3 градуса, 50% влажности. Ну, рожа с ушами улыбается. Чубарик с чубчиком. Значит, нормально все. Так. Ну что? Убираем все и добираемся до долларов. Вот все цветы убрала. Показать вам, на какой конструкции они у меня стоят. Этот на подставочке, этот сразу на тумбочке, этот на горшке и сверху. Ну, вот такая вот конструкция. Так. Вытаскиваю, ставлю на стол и смотрим, что там внутри. Тем более, на чем мы там внутри увидим? Один только в прозрачном горшке. Ну, да ладно, посмотрим на грунт сверху. Хотя вот этот, я вижу, уже сморщенный. Значит, воды давно не пил. Сейчас будем рассматривать. Ну, вот смотрите. Это у меня, который черный ворон. Что ж ты вьешься над моей головой? Посадочка вот какая. Вот, кстати, сразу смотрим, видите? Ой, где он тут? Да где он тут? Вот, вот, дает растишечку. Так. Бульба сверху. Посмотрите, как я ее довела. Что стыдно моему телефону показывать. За меня стыдно, что даже резкость не хочет наводить. Вот, даже бульба сморщилась. Тут сто процентов надо нести. Во-первых, купать. Хотя вот тургорт листочков хороший. Живучий цветок. Вот, честное слово. И вот сколько не поливала я его. А он живой. Вот пойду сейчас искупаю. Прям поставлю в ванну. И, как говорится, моим принципом поступлюсь. Что я всегда говорю, что я только поливаю отстоянной водой теплой. Я сейчас их искупаю тепленькой водичкой. Прям пролью хорошо. И пусть они у меня там стекут в ванной. Я, наверное, тут буквально сантиметр сверху досыплю грунта. Пересаживать не буду. Но грунта досыплю. Так, разобрались с этим черным. Вот так вот. Купать надо, надо, надо. Теперь вот второй у меня. Тоже видите? Бульбы сверху. Я их не заглубляю, эти бульбы. Он бедненький тут. Это нормалек. Так, смотрите, сколько этот дал детенышей. О, молодец. Раз, детеныш. Так, это сломанное. Вот второй детеныш. Вот он, второй. Таилы-пала. Дед. Не, ну шоу это так. А, вот второй детеныш. И вот этот детеныш. Это уже, наверное, этого года листочек. Смотрите, от того, что... Так, давайте, обезьяну уберу. Безьяна встала очень рано. Безьяна шла без чемодана. Вот ты, блин. Вот ты, блин. О, гляньте, что я обнаружила. Это что такое? Засушила я его? Или какая-то падла очередная сожрала? Что это такое? Ну, засушила, наверное. Наверное, засушила. Что он даже цвет поменял. Потому что стоял в темноте. Вот это я, хозяюшка, да? Ну, тут, естественно, кто-то погрыз чуть-чуть. Но я хочу сказать, что эти сильно не погрыжены. Видать, только пробовал на зубок. А потом не стал. Сейчас вот так вот листочки сюда повытаскиваю. Почему я держу вот в этих кольцах опорах? Ну, так они будут раскидистыми. И вообще будут много места занимать. Так, ну и вот этот тоже у меня. Смотрите. Детка ползет. Одна или еще где-то есть. А вот еще точно. Ой, блин. Так, вот еще вторая детка. Слушай, ну классно, да? Ну, молодец. Так, тут у меня что, три кустика? Раз, два. Да, три кустика. Из них два дали деток. Во. Сейчас пойду вас купать в ванную. Это у меня тоже китайская примета. Заряжена на деньги. Грибы день и лофатай. Знаете, это я прямо вовремя сегодня кинулась. Они сухие, легкие горшки. Насквозь. Вот честное слово. Вот сейчас я их пролью. И скупаю теплой водичкой. И запишу в свой, как это, календарь, планер. Что я их сегодня купала и проливала. Чтобы знать. А то так, наугад. Я, кстати, раньше про них записывала все. Когда купила, когда появился первый росточек. А потом поняла, что они вообще неприхотливые. И перестала, как говорится, и писать. Ну, действительно неприхотливые. Стоят, да главное дело, молча, без воды. Ну, растут. Я бы не сказала, что прям сильно повытягивались. А, я же сказала, у меня три сорта, да. Но они так отличаются. Ну, как вот, незнающий человек не найдет отличий. Вот, смотрите, у этого листочки кругленькие. А у этого листочки остренькие. Названия я их не знаю. Ну, я их так и отличаю. Кругленькие, остренькие. Но этот черный. Во. Все, что, делаем душик. Сначала открываем горячую воду. Так. Фрексбаксмакс. Пробуем. О, тепленькая пошла. Совсем недавно, да, про Ипполита посмотрели. Так, вот. Рука терпит. Скажем так, не прохладной водой делаем, не холодной, а чтоб рука терпела. Вот рука терпит. Переключаемся. И вот так вот моем. Так, сейчас я, наверное, без вас их хорошо, чтобы со всех сторон искупаю. И потом вам покажу. Ну, вот. Я их накупала. Хорошо, хорошо. Пролила. Несколько раз пролила. Проливала поэтапно. Знаете, вот наберу водички, чтоб она не перелилась из горшка. Следующий горшок. И так несколько раз. Чтобы она из горшка не переливалась, потому что перлит всплывает и может забить вам слив. А оно вам надо? Чтоб вы потом еще слив чистили. Ну, не вы там, муж или сантехник. Оно вам надо. В общем, сейчас они у меня здесь стоят, обтекают, а потом я подосыпаю, буквально чуть-чуть, прям прикрою. Просто прикрою, но не заглублять. Прям на миллиметрик прикрою вот этот грунт мокрый, сухим своим грунтом. И будем надеяться, что я их не перелила, но вовремя полила, вовремя искупала. И пойду сейчас запишу все в календарь. Это я себе повторяю несколько раз, чтобы не забыть. Но даже если забуду, слава тебе, Господи, что я все это записываю на видео. И тогда можно будет, как говорится, и освежить или освежевать свою память. Так, ну что? Анекдот. Вот, раз у нас это долларовое растение, да, как вот сейчас ходит анекдот в народе. Доллар поднялся, цены подняли. Доллар упал, никакая падла цены не снизила. Значит, дело не в долларе, а в падле. На этой веселой ноте я желаю вам и вашим цветочкам процветания. И помните, что все будет хорошо. Вот даже не сомневайтесь. Я это точно знаю. Потому что по-другому быть не может.